Да, мы опять возвращаемся к номерным. Да, как вы, наверное, уже поняли, московские номерные прощаются со схемой расположения фар по типу 222. Но для начала предыстория. В массовое производство номерные пошли еще в 80-е годы и выпускаются до сих пор. Естественно, за это время должно было что-то меняться. Мы рассмотрим конкретный элемент, это маска головного вагона. Стандартный вид, это одно большое окно посередине и два узких по бокам. Все это располагается на большой черной панели. А еще на этой же панели помещаются фарные блоки. И вот как раз-таки их компоновка постоянно меняется. У первых выпущенных вагонов конструкция фар была по типу 2 плюс 2. Причем они находились в неком углублении в черной панели за стеклами. Такие головные вагоны получили название подстекольные номерные. Сейчас подобных практически не осталось. Один из немногих эксплуатирующихся примеров гоняет в Петербурге с номером 9050. Такие фары неудобны в работе и обслуживании, они плохо освещают тоннель и тяжело ремонтируются. Поэтому впоследствии была разработана конструкция 2 плюс 2, где фары вынесли за стекла и они стали выпуклыми. Но оказалось, что освещения попросту не хватает, поэтому было решено добавить еще один блок сверху и получилась маска 2-2-2. Она равномерно освещала тоннель, неплохо смотрелась, но в депо обслуживать верхний фарный блок просто неудобно. Инженеры разработали маску, к которой сейчас приходят все московские номерные 1-4-1. Конечно же расположение фар зависит от запроса метрополитена. Были и 1 плюс 1, и 1 плюс 3 плюс 1, и 2 плюс 2 плюс 2, где средний фарный блок смещается сверху вниз, и 2 плюс 4 плюс 2, и многое другое. У нас же выбрали единый вариант 1-4-1. На Люблинской Дмитровской линии гоняют два последних головных вагона с расположением фар 2-2-2. Скоро они пройдут свой капитальный ремонт, и эпоха вагонов с маской 2-2-2 в Москве закончится. А поэтому давайте на них немного покатаемся и сравним с другими номерными. Возможно вы удивитесь, но маска здесь это не единственное отличие от прочих вагонов. Мы находимся в вагоне с номером 10-167. Он приехал ко мне первым. Войдя внутрь, я сразу ощущаю возраст салона. Выглядит старым, потрепанным, и будто просится на ремонт. У него темное освещение и почерневшие поверхности. Вокруг разномастная фанера, которую я нигде больше не встречал. И все-таки здесь чувствуется своя атмосфера. Тяжелая, но очень понятная. А этот вагон 10-164 приехал ко мне попозже. Такой же пожилой 2-2-2 с салоном, похожий на предыдущий вагон. Отделка склеена из того, что было. Выглядит это все криво, колхозно, но почему-то выходить не хочется. Видимо, чем-то особенным эти вагоны притягивают к себе. И ведь совсем скоро мы это все потеряем. Успейте прокатиться. И да, говоря про разновидности маски, можно вспомнить и точку 6, и президентского, и пришельца, и саблезуба. Но все это уже более далекие разновидности, и сегодня как-то не об этом. И на такой ноте я с вами прощаюсь, но ненадолго не скучайте. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!